В этот день началась война. День памяти и скорби, патриотические акции и возложение цветов к мемориалу. Альметьевцы помнят и скорбят. Прошло уже много лет, я считаю, что память должна оставаться. Спасибо врачам. Профессиональный праздник Анина Передовой, кто принимал персональные поздравления. Успехов вам! Здоровья! Не забудьте пристегнуться. Акция от ГИБДД и невыдуманные истории, когда ремень спасал жизнь. Что-то пристегивать, это не обсуждается даже. Это основные темы выпуска в эфире новости Альметьевска в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. Сегодня 22 июня. В России день памяти и скорби. В этот день, 79 лет назад, началась Великая Отечественная война. С утра к Вечному огню в Альметьевске приходили представители предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений города и района, чтобы в знак памяти возложить цветы к мемориалу. Церемония продлилась более четырех часов. Из-за пандемии число участников в ней было строго ограничено. Ровно 79 лет назад, 22 июня в 4 утра, фашистская Германия напала на Советский Союз. В этот день во всех городах России скорбят по соотечественникам, которые ценой жизни защитили родную страну. На мемориале памяти в Альметьевске с раннего утра началось возложение цветов к Вечному огню. Церемония прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Каждые пять минут к Вечному огню подходили представители предприятий, организаций и учреждений, общественных объединений города и района. Количество участников каждой делегации не превышало 10 человек. Прошло уже много лет, я считаю, что память должна оставаться. Многие здесь родственники, многие не вернулись, спали бы, вот я как бы, ну, почтить память. У нас очень много ветеранов, которые своей ценой, ценой жизни, вот сделали именно ту историю, которая сегодня есть. Все участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. За 4,5 часа возложили цветы 57 делегаций. Лисанов Залова, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. В День памяти и скорби Альметьевск присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». Традиции 11 лет. По всей стране в этот день зажигают тысячи свечей и лампад в память о погибших на войне. Но в этом году большая часть свечей загоралась в онлайне. Ангелина Хабибулина продолжит. В этом году акция «Свеча памяти» прошла не так, как обычно. Пандемия коронавируса внесла свои правки. К участию были допущены только волонтеры и предприятия города. Утром они собрались у мемориала павшим в Великой Отечественной, чтобы почтить память не только тех, кто был на линии фронта, но и тех, кто в это время ковал победу в тылу. Теперь здесь горит не только вечный огонь, но и 75 свечей памяти. Цель акции очень простая. Эта акция проходит для того, чтобы наполнить людям о том, что 22 июня, 79 лет назад, началась война. Поэтому она называется «День памяти и скорби». Большая часть свечей в этом году загорается в онлайне. Это видео, которое альметьевские волонтеры записали для участия во всероссийской интернет-акции «Свеча памяти». Эмилия Белалова прочла стихотворение «Зажги свечу памяти». «Зажги свечу, ты в память о погибших, о тех, кто жизнь свою не пощадил, о тех, кто пал, о них недолюбивших, кто от беды слез людей собой прикрыл. «Зажги свечу, ты в памяти о погибших, и пламя болью сердце обожжу, друзей увидишь, как в кино оживших, рванувшихся в последний раз вперед». Всероссийский флешмоб поддержали сотрудники и других учреждений и организаций. Это видео сняли сотрудники Альметьевского краеведческого музея и его филиалов. «Когда вы песни на земле поете, тихонечко вам небо подпоет. Погибшие за родину в полете, мы вечно продолжаем наш полет». «Зажигаем свечу памяти каждый год. Подсвечник, где стоит свеча, особенно сделанный из взорвавшегося снаряда, переданного поисковым отрядом на десант. Они его нашли в очередной поисковой экспедиции на территории Сталинградских сражений». От героев прошлого к героям времени настоящего. Работники медицины отметили профессиональный праздник. Тимур Нагуманов посетил лечебное учреждение Альметьевска и поздравил врачей. Глава побывал в медсанчасти детской поликлиники Центральной районной больницы и вручил медицинским работникам цветы, благодарственные письма и памятные подарки. «Пришли вас поздравить?» «Спасибо, так неожиданно». Персональное поздравление в честь профессионального праздника принимает заслуженный врач Татарстана Людмила Ягтясова. С 1978 года она работает в медсанчасти. Была участковым терапевтом, затем заместитель главврача по медицинской части. При ее участии проходило создание антиаритмического центра медсанчасти и в работу внедрялись инновационные методы лечения болезней сердца. Персонально поздравили и кардиолога Римму Зиганшину. С 1995 года она работает в детской поликлинике. Тимур Нагуманов поблагодарил врача от имени всех родителей. Поздравление принимал и Владимир Гусь, который внес большой вклад в развитие медицины. С 1989 года он был главврачом Альметьевской ЦРБ. При нем построены и сданы в эксплуатацию пять медучреждений. Профессиональный праздник проходит в непростое время. Вы на деле доказываете и показываете то, что вы действительно умеете работать. Альметьевское здравоохранение одно из первых встретило новую угрозу сегодняшнего времени. Но сегодня вы показываете всем, как нужно с этим работать. Успехов вам, здоровья, профессиональной реализации. Ну и, конечно, праздник не может обходиться без теплых слов, поздравлений. Я уверен, что весь город, все жители обязательно присоединятся к словам поздравления. Медицинским работникам вручили сертификаты на 10-дневный отдых в санатории. Подарок врачам преподнесла компания «Татнефть» в честь Дня медицинского работника. Сертификаты получили 30 сотрудников медсанчасти и центральной районной больницы. У нас такой период, что сейчас мы почти работаем каждый день. Через ночь мы работаем. У нас в прямом отделении пациентов всегда приходят, никогда не кончаются. Мы почти всю жизнь здесь. К теме вернемся в следующем выпуске. Через несколько минут продолжим. И вот о чем расскажем во второй части. Не забудьте пристегнуться. Акция от ГИБДД и невыдуманные истории, когда ремень спасал жизнь. Человек, собаки, друг. Полицейские и их четвероногие напарники. Альметьевские кинологи отметили профессиональный праздник. Тимур Нагуманов и проверка информации про переполненные больницы с ковид-пациентами в Альметьевске. В прямом интернет-эфире глава попросил прокомментировать ситуацию главного врача ЦРБ. В медицинских учреждениях изменили порядок работы. С апреля всем пациентам, которые госпитализируются в стационар, независимо от диагноза, проводят компьютерную томографию легких. Вспомните, то есть если раньше есть гипертонический кризис и вас доставляют в премный покой, вам не проводили компьютерную томографию. Сейчас это делается в обязательном порядке. Если на компьютерную томографию врач-специалист, эксперт смотрит и нарушает и видит изменения на компьютерную томографию и ставит под вопросом, то этот пациент сразу направляется в провизорный госпиталь, независимо от основного диагноза. С 1 апреля в провизорный госпиталь, развернутый на базе Альметьевской ЦРБ, было госпитализировано 507 человек с диагнозом «сопутствующая внебольничная пневмония». 47% пациентов Альметьевцы, остальные перевезены из районов Юго-Востока Республики. Да, безусловно, у них есть и вирусная инфекция. Но надо помнить, что вирусная инфекция – это не обязательно ковид. Это не только ковид-инфекция. У нас очень много, поэтому так и называется, группа острых респираторных вирусных инфекций, которые и вирус гриппа, и вирус ковид, и не обязательно 19. У одного ковида есть столько разновидностей, которых мы сейчас не все можем диагностировать, проводя лабораторную диагностику. С апреля случаев заражения коронавирусом в Альметьевске было 46. Их подтвердила компьютерная томография и лабораторная диагностика. Наибольшее количество было выявлено в апреле 23 человека. С начала июня зарегистрировано 8 случаев ковид-19. Мы не можем сказать, что ковида у нас нет. Он есть. И в мае, в апреле, мае и июне у нас есть подтвержденные случаи. И, к сожалению, у нас даже есть один пациент, который скончался с подтвержденным диагнозом ковид. Но при этом сегодня наши больницы не забиты людьми с положительным диагнозом. У нас изменилась форма работы, которая привела к тому, что сегодня у нас достаточно много людей с пневмонией. И они получают нужное и качественное лечение. На 19 июня в резервном госпитале, развернутом на базе Альметьевского онкодиспансера, на лечении остаются 39 человек. Состояние шести пациентов тяжелое. Они находятся в реанимации резервного госпиталя, подключены к аппаратам ИВЛ. В провизорном госпитале, развернутом на базе Альметьевской ЦРБ, лечатся 33 человека. Никто из них не нуждается в кислородной поддержке. Елена Морданшина, Альметьевск ТВ За первые пять месяцев года в Альметьевском районе за непристегнутый ремень безопасности оштрафовали более 4000 водителей. Чтобы напомнить автомобилистам о соблюдении базовых мер осторожности за рулем, с 11 июня в республике проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Автоинспекторы и сотрудники учреждения безопасности дорожного движения выходят на дороги, чтобы убедиться, что водители и пассажиры автомобилей пристегнуты. Безопасность – это, прежде всего, жить ваших детей, вашей жить в первую очередь. Так что будьте добры, уважаемые водители, пристегите своих детей и себя в первую очередь. Госавтоинспекция и сотрудники учреждения безопасности дорожного движения решили напомнить водителям – ремень безопасности – это важно. Для этого у них есть тематический рейд. В республике с 11 июня по 30 июня объявлено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Ремень безопасности». В первую очередь он призывает всех участников дорожного движения, кто находится в автомобиле, в обязательном порядке использовать ремни безопасности. Для проверки автомобилистов выбрали оживленный перекресток улиц Гагарина и Белоглазова. Кроме инспекторов, к делу подключились педагоги трех детских садов – 7, 14 и 37. Они не общаются с водителями напрямую, они обращаются к ним с призывами на плакатах. Но добросовестные водители и так понимают важность этого простого устройства. Я был не на ДТП, если бы не было ремня, я с вами разговаривал. Детей – это 100% что-то пристегивать, это не обсуждается даже. Это в первую очередь безопасность самого водителя. А те, кто перевозит детей без специальных удерживающих устройств и ремней безопасности? Ну, это просто глупые люди, которые не дорожат здоровьем своего ребенка. За рулем всегда нужен ремень безопасности, он спасает от травм. Автоинспекторам приходится слышать мнение водителей. Зачем ремень в городе? Скорость же небольшая. Но у специалистов безопасности дорожного движения свой взгляд на проблему. Считаю, что в каком-то экстренном случае никакая отговорка, конечно, не поможет, не спасет водителя. То есть ремень безопасности нужно использовать безоговорочно. И как считают госавтоинспекторы, напоминать есть о чем. С начала года в Альметьевском районе остановили 4178 водителей, которые попались с непристегнутым ремнем. В прошлом году за этот же период таких водителей было 3680. На этом рейде за час проверили 30 машин. Нарушителей не было. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Профессиональный праздник отметили сотрудники кинологических подразделений МВД России. В Альметьевской службе 3 кинолога и 16 полицейских собак. В обязанностях последних входят самые ответственные задачи. Задержать правонарушителей, найти запрещенный груз и многое другое. Как работают собаки-правоохранители и кто их дрессирует, расскажет Ангелина Хабибулина. Диляра Якупова – первая женщина-кинолог в нашем городе. В профессии она 3 года. Работа кажется несложной лишь на первый взгляд. Дать воды, накормить, убрать вольеры. В течение рабочего дня Диляра также занимается дрессировкой собак. Дрессируем мы их сами. Собак мы получаем с питомника с Казани, с ЦКС. Их специально выводят. Мы потом делаем заявку, едем и получаем собак. Получаем щенками и потом выращиваем такими большими юмами. В составе службы 3 кинолога и 16 собак разных пород. Русский спаниель, бельгийские и немецкие овчарки и лабрадоры. Каждый работает по разным направлениям. Это следовые собаки, собаки по поиску наркотических или взрывчатых веществ. Меня направили на такую кражу, где у бабушки одной своровали насос. Для меня это все равно как-то, мне надо было к этому привыкать, свыкаться, учиться. Вот эта собака, она у нас одна из по следу работает. Ее зовут Петра, Антенор Хофф Петра. Она, конечно, у нас уже в возрасте. Одна из добрых собак, которые тоже очень ревнивые. И получилось так, что я ее направила по следу. И она прошла около 2-3 километров и нашла именно тот след, который был на месте преступления. Любовь к животным у Джиляра с детства. Рассказывает, что в семье собак было немало. Три среднеазиатские овчарки, немецкая овчарка и хаски. Поэтому работа кинологом приносит ей удовольствие. Я хотела куда-нибудь устроиться и пришла в УВД. И мне сказали, что можно... Вообще есть такая свободная должность кинолога. И я, когда это услышала, я была настолько воодушевлена, что потому что быть кинологом – это не то, что мечта. Для меня это было в самой лучшем мире работа, потому что я ужасно люблю собаку. Очень важно в работе кинолога найти общий язык с четвероногими подопечными. У каждой, говорят сотрудники, свой характер. Самой старшей собаке 9 лет, самой младшей еще нет и года. Кто-то может быть настолько ревнивый. Например, ты гладишь одну собаку, она будет к тебе подбегать. И делать все, чтобы ты обратила на нее внимание. И вот надо в этот момент сделать так, чтобы ни одна из них не почувствовала себя обделенной. Но, например, я каждый день с этим сталкиваюсь и стараюсь, чтобы они знали, что и чувствовали, что я люблю их всех одинаково. В неделю в кинологической службе бывает до 20 выездов. Чаще всего по следу. По словам сотрудников, 80% проделанной работы – это заслуга самих собак. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. А сейчас прогноз погоды на предстоящие сутки. 23 июня в Альметьевске будет солнечно. Осадки не ожидаются. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов. Днем плюс 21. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Там мы размещаем полные выпуски передач, оперативную информацию и полезные материалы. Связаться с нами удобно через мессенджер WhatsApp, а также страницы в соцсетях. Кроме того, в Инстаграм и ВКонтакте вечерний выпуск новостей выходит в прямом эфире. Заходите и подписывайтесь на уведомления о трансляциях, чтобы не пропустить. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин